Дорогие друзья, дорогие ценители русской истории! Для вас, надеюсь, совершенно не секрет, что в этом 2014 году мы отмечаем скорбную и великую дату, столетие начала Великой войны, которая получила потом название Первой мировой и которую можно теперь по прошествии 100 лет назвать подлинно паневропейской гражданской войною, потому что воевали народы, принадлежавшие к одной цивилизации, народы-братья. Как известно, эта война очень кровопролитная, которая унесла в том числе и в России более 5 миллионов жизней настоящих мужчин, которые, если бы они были живы к 1917 году, наверняка бы не позволили банде международных бандитов устроить революцию и погубить Россию. И вот мы тоже решили отметить эту важную дату, отдать долг памяти и уважения всем павшим, всем забытым героям той войны и представить на нашем аукционе подборку предметов, которые стали по прошествии 100 лет, если хотите, военными реликвиями, которые напоминают нам о том времени, едком от порохового дыма, от слез и крови, которая была пролита в те годы. В этом коротком сюжете мы вам представим всего лишь три предмета, чтобы задать определенную уже тему, ноту для нашего более подробного рассказа, который вы найдете на страницах нашего каталога. Разумеется, разговор надо начинать с фатальных дат. Вот здесь перед нами редчайший документ эпохи, утренний выпуск, экстренные телеграммы от Рижского Вестника 21 июля 1914 года. Русско-германская война. Высочайший манифест о войне, подписанный государем-императором Николаем II. Второй международный политический кризис достиг своего апогея. Россия вступает в ту самую войну, которую сначала окрестили германской, и никто тогда, разумеется, не знал, к чему она приведет. В начале настроения были самые что ни на есть оптимистичные боевые, как, впрочем, во всех странах Европы, которые оказались втянуты в эту гражданскую войну между европейскими государствами. И самым разнообразным образом, конечно же, промышленники и художники откликнулись на войну. Вот перед нами уникальная скульптурная композиция, редчайшая в своем роде, которая относится как раз к первому году войны, производство фабрики Каулина в Клинском въезде. Как вы догадались, уже группа представляет из себя вот этого белого медведя, олицетворяющего Россию, который уже полакомился турецким императором. Собственно, остались от него только не рожки-доножки, а вот феска и башмаки. И теперь принялся за австрияку, за австрийца, и рядом на подходе пруссак, германец. Вот эта знаменитая в свое время фарфоровая группа содержит и любопытную запись чернилами на оборотной стороне основания. Пруссак обращается к австрийцу, которым занялся русский медведь. «До скорого свидания, Франц! Счастливый путь! Кланяйся, Махметке!» То бишь, в Турции. «Скажи ему, что скоро я с вами вместе буду!» Вот такой оптимизм. Мы помним, что в это время уже блистают подвиги Крючкова. Мы надеемся быстро разделаться и с Пруссией, и с Австрией. Эта группа, эта скульптурная композиция со временем практически исчезла из обихода. Мы знаем грустные события, которые повлекла за собой война. И вот сейчас на нашем аукционе она снова появляется, чтобы напомнить об атмосфере той эпохи. Заметим, что война привела, как известно, к падению монархии в России. Появляет временное правительство, февральская революция. Однако, временное правительство подтверждает договоренности России с союзниками, которые были заключены по Антанте. И Россия продолжает войну до победного конца. И вот тоже уникальный предмет эпохи. Вот эта тарелка императорского фарфорового завода. Другое дело, что императора уже нет, поэтому на ней присутствует как марка императорского завода, так и новая марка, которая появилась после февраля 1917 года. На этой тарелке портрет Павла Николаевича Милюкова, министра иностранных дел временного правительства, который известен своим твердым намерением во что бы то ни стало продолжать союзнические договоренности России до победного конца. И, как мы знаем по секретным протоколам, заключенным между Россией и ее союзниками по Антанте, в случае победы Россия должна была получить Босфор и Дарданеллы. Заветная мечта русской государственности Константинополь. И вот Денис Милюкова, Дарданеллы будут наши, как раз и выведен на этой тарелке. Как видите, уникальнейший предмет. Лишнее говорить о том, что после падения временного правительства, когда с приходом власти большевиков, после заключения Брестского мира и вот этого позора России, когда миллионы жизней были потрачены впустую, эти тарелки не приветствовались новым режимом. И она здесь, на нашем аукционе, для вас, чтобы тоже напомнить об этом драматическом времени. Но это далеко не все. И я вас приглашаю на наш rendezvous, на нашу встречу на аукционе в мае, посвященную героям, которые не забыты той великой и славной войны. Субтитры создавал DimaTorzok